Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. И мы продолжаем знакомство с новыми депутатами Совета депутатов городского округа Люберцы. Потому что здесь бывали уже те депутаты, которые несколько раз участвовали в работе округа. А также есть депутаты, которые, ну, что называется, первый раз заходят на эту важную социальную площадку. И сегодня у нас в гостях мигрант Ваграмович Туманов, депутат Совета депутатов. Здравствуйте! Добрый день! Вот сразу же первый вопрос. Когда общаешься с депутатами уже опытными, ну, они уже даже знают, как отвечать. Более вальяжно. Да, да. Но, тем не менее, мы же понимаем, что если депутата выбирать второй, третий раз, значит, ну, он нравится избирателям. Вы первый раз депутат, первый раз избранный. Ну, первый вопрос очень простой. Почему вы решили пойти в депутаты? Вы знаете, я сам ранее работал в правительственных органах, начинал в прокуратуре, потом в Советственном комитете. Был небольшой перерыв. И, вы знаете, в этот перерыв я понял, что каждому человеку для того, чтобы обрести счастье, нужно найти свое призвание. И очень долго размышляя над этим, я обрел свое призвание в возможности помочь людям. Людям, которые находятся рядом со мной, людям, которые находятся на моей орбите. И это подтолкнуло на то, чтобы вот пойти на выборы, потому что до этого были предпосылки, мы очень много всего сделали. Это была моя инициатива личная. То есть, как у нас говорят, почти на уровне волонтерства такого, да? Общественного. Да, ну вот так пошло, 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 что я понял, что это получается, и это дает свои плоды. Как бы еще даже в детстве мне дедушка Царствие Небесное, он из семьи священнослужителей, да. Он рассказывал одну притчу, говорит, вот двое лежат на земле со связанными руками и ногами, и им нужно подняться. И каждому из них, чтобы подняться, нужна какая-то вторая иная сила, чтобы помогла. Но если они будут упираться друг об друга, без третьей силы они оба получат свой результат. То есть, тут вот и в жизни нужно постараться найти те моменты, те аспекты, где один плюс один, не два, а три получается. И у меня это получилось, мы это смогли сделать на разных проектах. И вот было принято такое решение, согласовал с семьей, с отцом, с матерью. А, даже так? То есть, это решение, которое нужно, прошло все чтения в семье? Ну, это же, в принципе, относительно публичная деятельность, да. То есть, выход на другой уровень? Ну, конечно, конечно. Ну, вот даже элементарно, я своего ребенка отдал в школу не там, где мой округ, чтобы ребенок не баловался. Вот так? Да, конечно, он будет видеть папу на всяких совещаниях, на всяких там праздниках. Это не есть, ну, как, ни в коем случае, это не есть хорошо, да. Я считаю, что пусть будет вот так, пусть, как все. Рожан, Номик Романович, скажите, пожалуйста, но вот вы из тех органов, которые, с одной стороны, когда с людьми случается несчастье, не приди господи, они сразу обращаются. Это прокуратура, полиция, силовые органы. Вот, когда ничего не происходит, и они что-то слышат, то некий такой даже страх по отношению к этим профессиям. При этом люди, которые сталкиваются на бытовом уровне, да, ну, обычные какие-то юридические вопросы. Вот у нас даже не принято иногда, нет такого понятия, что свой адвокат, ну, кроме там людей, которые могут... То есть, какой адвокат, какой прокурор, куда идти, чего делать, да, и начинается какое-то... То есть, от непонимания ситуации они начинают делать хаотичные движения. Вот скажите, это тоже отчасти послужило тому, что вы пришли в эту работу, ну, помочь людям разбираться, потому что очень много для депутата вот этих бытовых социальных проблем, которые нужно решать на юридическом уровне. Я бы сказал бы чуть по-другому. Умение. Умение. Не то, что это, а именно умение помогать людям, в том числе и в этом вопросе, привело к тому, что я сейчас нахожусь здесь, на этой должности. Правильно я понимаю, что вы прекрасно знаете, ну, по крайней мере, точно лучше, чем мы здесь в студии все вместе взяты, с точки зрения законов и так далее. И ведь очень важно получить еще доверие. Я так понимаю, что это входило в вашу избирательную кампанию. Когда человек приходит и говорит, вот там у меня проблемы, например, не знаю, там с квартирой, да, с какими-то вопросами. Ну, юридическими. А вы, знаете, когда человек начинает говорить, это закон такой-то, то-то, то-то, все, подойдите ко мне, сделайте то-то, то-то и так далее. И знаете, человек как к врачу пришел. Его сразу попустило, и он понимает, что он нашел дело у человека. Вот эта юридическая грамотность, она вообще каждому депутату нужна? Как вы считаете? Я считаю, что, конечно, потому что депутат является связующим звеном между жителями и муниципалитетом. И для того, чтобы отдавать четкие какие-то ответы, не только основываясь на какие-то эмоции, на какие-то возможности, а именно еще и проводя эту информацию через призму юриспруденции, он сможет найти правильный подход и прежде не пообещать то, что в принципе априори невозможно. Или наоборот, объяснить что-то, как вы просите, невозможно, но можно сделать так, тогда вы получите результат. Если хорошо, то мы двигаемся, если нет, давайте принимать решение дальше. Вы депутат молодой, вы наверняка... Безгоду недель. Да, 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 да. Вот, и энергичные уже, сразу видно, да. А многие избиратели, ну, вы, может быть, расскажете нам еще об избирательной кампании, вот они же, ну, не все верят в власти, не все верят депутатскому корпусу, не потому, что они не верят, а потому что они считают, ну, что нам депутат, вот, и так далее. Потому что они никогда к ним не обращались, и даже, например, некоторые не знают, не ходят на выборы, не участвуют в избирательной кампании. Вот вы можете сказать сегодня, что депутаты, совет депутатов городского округа Люберцы играет реальную, скажем так, роль в жизни городского округа Люберцы, и что каждый избиратель через вас, как через депутата и через ваших коллег, могут изменить жизнь к лучшему в округе? Ну, давайте так, вы задали вопрос, состоящий из двух частей, отвечу на первую часть, во время избирательной кампании, то, что я шел впервые, честно говоря, это даже импонировало людей, потому что они понимали, что где-то есть депутат, вот здесь в администрации, а тут вот он по земле ходит, их сосед рядом с ними, да, практически. И я такую шутку проводил, не в обиду моим коллегам, депутатам, я их очень люблю, уважаю, и как бы я задавал вопрос, говорю, что больше всего украшает женщину? Очень многие избиратели задумывались там на встречах, они там, кто волосы, кто губы, кто там еще другие. Нет, говорю, ее страшная подруга. То есть мне для того, чтобы, в принципе, быть, так скажем, в фаворе, мне не нужно было фактически как бы стараться, я уже вот новый, вот, ребят, я здесь, я рядом с вами. Ну, со мной были мои коллеги, которые уже не раз баллотировались, они там направляли, помогали, это очень хорошо помогало. Что касается того, что люди могут быть довольны и получить ответы на свои вопросы с помощью депутатов, я вам так скажу, для того, чтобы быть довольным от того, что ты хочешь, сначала нужно понимать, можешь ли ты это хотеть. То есть зачастую мы разбиваемся об иллюзию своих ожиданий. Немногие понимают, что депутаты в основном, 80% состава работают на общественных началах, то есть без зарплаты. И когда говорят, что нам нужна эта дорога, я предлагаю, говорю, ребят, мы написали письмо, я ряд провел встреч, но если вы хотите сейчас, и вы говорите, что человек бездействует, я могу взять лопату, взять рядом с вами, и давайте ищем песок, щебень, и вместе с вами кладем вот это. А именно принести из дома и положить к вам щебень, это будет не совсем актуально. При каких-то вопросах, без проблем, конечно, мы должны все помогать друг другу, в чем мы можем, что, в принципе, мы столкнулись с этой мобилизацией. Но в целом, если человек не строит себе иллюзии и не хочет разбиваться о своей иллюзии, все на самом деле очень легко, все ощущаемо, все осязаемо, и все воплощаемо в жизнь. Ну я ухвачиваюсь за дорогу тогда. Вот вы, например, просили избирателей дорогу, дорожку, тротуар. Вот вы говорите, вы оформили все документы, вы их отправили. Но приходит, например, отказ. Дальше что? Вы приходите и говорите, ребят, не получится. Вот я вам расскажу сейчас реальный случай, который сейчас в проекте, рассказываю. Граждане ЖК Зенина самолет протоптали себе дорогу от улицы Барыкина до улицы Лавриненко. Дорога примерно, ну я боюсь ошибаться в метрах, ну может там метров 300-400. Оно проходит под лэп. Там сейчас грязь. То есть не на колясках ничего, но порядка 4 тысяч человек там проходит по этому пути. Мы уже начали искать финансирование, кто может делать эту дорогу. Через свои личные связи, через свои личные каналы обратился я к застройщику, принес их к пониманию. Очень долго мы с ними общались. Говорю, ну вот эти же люди, ваши же жильцы, кому вы продавали жилье? Давайте мы все-таки найдем 4 там КамАЗа щебня, и мы аккуратненько все это сделаем. Ну, если мы не найдем, то, соответственно, я скажу, что застройщик отказался. И как бы в ультимативной форме, как бы спасибо огромное руководителю стройки, мы нашли на это средства. Но это территория Москвы. Мы не можем зайти на ваш участок и прокладывать себе дорогу, чтобы мы хорошо пошли. Мы начинаем запрашивать документы, разрешение. Москва нам говорит, да мы бы рады, только эти лэп идите получаете у МАЭСК разрешение. МАЭСК говорит, а если там кто-то умрет под ним? Да, да, да. Что мы дальше будем делать? Люди опять требуют. Вот, Меграно Гранович, вы же взялись. Ну, да, да, это совпадение. Конечно, доведите это дело до конца. Говорю, есть альтернатива, ну, давайте мы пригласим телевидение, покажем, как много народа здесь ходит. Все. Ну, такой элемент и шантажа с целью реализации как бы этого проекта. Но вы не боитесь, что завтра просто перекроют? Да, и шлагбаум поставить. И все, чтобы вы туда не проходили. И вы скажете, вместо того, чтобы поправить бровь, вы мне глаз выкололи. То есть тут такой момент, нужно подрать экспертиз, ряд, посмотреть, искать понимание, найти, каким образом это можно сделать. Нельзя здесь пойти чуть по другому пути. Ну, разумно же нужно присутствовать. То есть я понимаю, что речь идет о том, я, кстати, вижу уже хватка такая у вас прям. Если нельзя так, то можно рассмотреть так. То есть нет такого варианта, чтобы раз забыли. Все равно ищем варианты, вплоть до, ну, я условно на этом же примерил, вплоть до подземного перехода или до какого-то устройства, которое будет охранять от этого, от этого ЛЭП. Ну, потому что мы знаем, что ЛЭП – это всегда сложное. Там вообще, я удивлен, что раньше же и строительство было не особо разрешено рядом с ЛЭП. Ну, сейчас как-то. Двадцать метров, по-моему, зона охранена. Ну, идем дальше. Скажите, пожалуйста, вот эти первые уже недели, уже там сколько, месяц, да? Да. С хвостиком, да. Как вот ощущение депутата? Что-то поменялось ваше? Как-то по-другому кофе пьете в семье как-то? Или спите? Стал мало времени проводить в семье. Да. Стал отвечать уже на все звонки, потому что это может быть избиратель, кому нужна помощь. Я раньше мог, допустим, вечером перезвонить, если занят, а тут получается некрасиво. То есть телефон все время? Ну, некрасиво. Как бы телефон ты свой раздал, и ты не отвечаешь на телефон, это уже нехорошо. Ну, не по-мужски, так скажем. Ну, а дальше, ну, знаете, как бы у нас есть норма права, которую депутат избранный может применить. И даже было отмечено на фракции, как пример мой, который я проводил и который я применял, что нужно распространять среди других депутатов. Там элементарно случай был. Обратилась женщина, мужа мобилизовали 8 октября, обратилась она, по-моему, числа 20-го уже, и говорит, что вразрез с законами Российской Федерации супруга не рассчитали на работе и не выплатили денежку. А у меня впереди ипотека. Это было примерно 9 часов вечера, я еще был в кабинете, говорю, вы с какого, как бы, участка вы мне звоните? Говорю, вот ЖК, самолет, Денин. Я говорю, а вас не затруднит сейчас ко мне спуститься сюда? Она прям в халате спустилась, мы напечатали сразу письмо за подписью, как бы, за моей, разъясняя все нормы права в это учреждение. Я ей отдал на руки, отсканировал, она прям в субботу вечером, в субботу вечером же отправляет руководителю, и в понедельник в 8 утра ей звонят, приглашают на чай, на беседу, оплачивают все, все документы на руки, все, она счастливая, как бы, все получилось. А до этого она-то ходила, то того нет, то другого нет, то бухгалтера не посчитала. Я просто предупредил в письме, что в случае, как бы, нерешения вопроса за один календарный день, оставляю с собой право обратиться в правоохранительные органы для проверки данной ситуации. Ну, как-то дисциплинировало это. Я уверен, что люди не хотели, как бы, не платить. Просто у нас, как всегда, идет, да мне это сейчас, никогда, да у нас сейчас... Потом отложили. Ну, вот видите, как бы получилось. Вот реальный пример. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Эмиграм Туманов, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Первая часть такая жаркая была. Сейчас узнаем, что будет во второй. И, наверное, поговорим о тех наказах, какие в основном еще проблемы, с чем обращаются к вам избиратели, совпадают ли эти обращения с теми наказами, которые они давали во время предвыборной кампании. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Эмиграм Туманов, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Это его первый вызов депутатский, наверное, прежде всего, себе. Ну и вызов тем проблемам, с которыми сталкиваются жители городского округа Люберцы. Когда вы были в период избирательной кампании, с какими вопросами в основном к вам обращались? Насколько эти вопросы изменились сегодня уже с реальными избирателями? Ну, знаете, вопросы зачастую относились в сфере ЖКХ, именно касаемо управляющих компаний. И, наверное, все-таки нашей команде в этот момент повезло. И один из, так сказать, крупных участков поменял своего руководителя и назначили вполне адекватного молодого человека. И вы не поверите, мы вот стояли с людьми, они все злые на прежнение руководства, в том числе и на него, и ряд вопросов начинают озвучивать, и моментально, то есть там лампочка уже там горит, не горит, либо что-то еще. Он говорит, да погодите, не нападайте. Он отправляет сообщение, и пока мы идем от двора к двору, начинают реально работу делать. И буквально через 4 дня он уже кидает мне фотографии с замененными покрытиями резиновыми на площадках. То есть там ряд он выбил у своего руководства денежные средства на благоустройство. То есть, ну, мы пришли к пониманию, и как бы я верю этому человеку, и он как бы отзывается. Это очень хорошо, очень положительно. Ну, может быть, потому что только начало, может быть, потом опять все станет чуть медленнее. Ну, значит, поменяем. А, вот, это хорошо. Олег Рам, скажите, пожалуйста, вот среди тех людей, которые приходят к вам, есть же те, кто обычно, ну, уже протоптали дорожку к депутату, знают, может быть, получали какие-то решения, каких-то вопросов и так далее. У вас есть поддержка среди тех людей, которые живут в этом? Не только которые голосовали, ведь многие голосовали, может быть, и не встретятся с вами никогда. Просто они решили вас выбрать. А есть люди, на которых вы опираетесь, да? Может быть, какая-то информация к вам приходит, как у нас сейчас говорят, инсайт. Есть такая? Лидер общественного мнения. Ну, я вам так открою небольшую часть, как мы к этому пошли. У нас так получилось, что очень хорошее понимание с предпринимателями образовалось, и я там общался с рядами лидерами общественного мнения, и возникла такая идея хорошая, во время открытия очередного какого-то заведения, а давайте мы устроим детский праздник. А давайте. Цена вопроса примерно 20 тысяч рублей. Это бесплатная сахарная вата, это бесплатный аквагрим, это музыка, это вот как бы, в принципе, в том числе и сотрудник готов был вести там это мероприятие на 2-3 часа, и мы собрали порядка 500 человек. И я понял, что ситуация работает. И мы уже, я вам говорю истории 18-го года, 17-го, даже 19-го отчасти, мы начали собирать вот такие детские праздники по нашим предпринимателям под 1000 рублей, ребята 2000 скидывались, образовывали кассу там в 30-35 тысяч рублей, и праздники на 500 человек организовывали для людей, которые вот живут, они вот у них анонс пошел, что они пришли, они постояли, ребенок получил, ребенок получил свое бесплатное там мороженое либо сладкую вату, он счастлив, родители счастливы, вот этот день ушел в праздник. Я сам многодетный отец, и как бы я детей по-особому люблю, и для меня нет чужих детей, на самом деле, это как бы, ну, в принципе, они все дети одинаковые. И это получилось. И, соответственно, с этих моментов у нас была связь с этими людьми, с лидерами общественного мнения, у нас даже был случай, когда на Масленицу уже обратились лидеры общественного мнения, и говорят, вот мы хотим Масленицу, вы можете нам помочь, вот блины, и вы, подождите, я покупать блины не буду, не потому что я не могу, а потому что мы сделаем по-другому. Я куплю молока, куплю все, что вам необходимо, а вы сами будете этим делать, и я вам дам место, прям захотелось блюда, и я вам дам место, где мы будем как бы эти блины греть и раздавать. И вы не поверите, 750 человек пришли на эту Масленицу. Это был, если не ошиблась, 18-й год. И вот мы с этим коллективом, там их человек 30-40, они раздали по всем группою домам свои там наказы, как-то испек, и каждый из них почувствовал свое участие в чем-то грандиозном. И вот такие вот маленькие, казалось бы, но важные мероприятия, привлекли к тому, что я сегодня здесь занимаю. Ну да, но ведь впереди еще не праздники, впереди проблемы. Проблемы, мы будем решать какие-то сложности. По мере, ну даже вот та самая мобилизация, я вам так скажу, когда мы встречались с семьей мобилизованных, даже так приятно было, вы не поверите, когда вот мы с моим коллегой, с другом, с предпринимателем отправляем медикаменты, и мне звонит супруга мобилизованного и говорит, ты не поверишь, вот эти пакеты моему мужу, они добрались вот туда-то, туда-то. Он передает тебе привет и говорит, что ну не голосовал, но в следующий раз точно пойдет тогда уж проголосовать, дай бог, что все живы, сдавают. Мне приятно. Да, это конечно же приятно. Ну вот вы сами выдали маленькую тайну, а мы не можем, депутат лицо общественное, открыто вы сказали многодетный отец, давайте поговорим немножко о вашей семье, тем более вы уже коснулись ее, сказав, что практически не то, что даже поставили в известность, что решили эти депутаты, а мы еще и спросили, скажем так, разрешение. Вот расскажите о своей семье, сколько же у вас детей раз и многодетные? Трое детей, два мальчика и дочка маленькая, Артем, Лев и Ева Тумановый. И я так понимаю, что это возраст какой? Семь лет, пять и три годика. Понятно. Тому, кому семь уже, наверное, хорошо понимаешь, папа депутат. и дочка и дочка была. Девочки, они всегда быстрее, да? Вот. Времени, конечно, меньше остается, но вот в плане воспитания, какой вы отец как воспитатель? мы с ним разговариваем, как с другом. Я вообще со своими детьми разговариваю, как с другом. Я никогда не разговариваю сверху вниз. Вот даже вот о чем-то поговорить, я не знаю, как в других семьях, я его поднимаю на стол, на табуретку, и мы говорим, прям на уровне глаз, потому что он после трех лет вообще мужчина начинает формироваться, и нужно перестать с ним разговаривать как с ребенком. Все разговоры, у нас если серьезный разговор, это как вот, ну, поругать. То есть, почему ты сделал так? А папа, что это слово означает? Это слово означает то-то. Теперь ответ, почему ты так? В следующий раз так, ты будешь наказан таким-то образом, не будет того-то, того-то. Когда он там раз, говорю, помнишь наш серьезный разговор? Не будет так. Такой вот момент, они ходят на борьбу, то есть, занимаются спортом, в том числе, учатся, в среднем готовятся, и ходят на подготовительные к школе, разница старшему, что у него где-то больше лучше получается. 2 детей, да. А девочка будет всегда иметь двух борозащитников. Да, да, совершенно да. А скажите, вы сами, ну, я понимаю, что времени тут и на детей не хватает, но тем не менее, если все-таки какой-то там день, полдня на себя, как вы с семьей отдыхаете, куда рыбалку любите, поехать куда-то? У нас есть дача, и мы как бы на выходные едем, в принципе, в основном на дачу, и у нас есть такое правило, выходные готовлю я. Да, выходные готовлю я, это папин день, теперь у меня и старший, и средний, они вместе со мной там салатики. Выгодный муж, выгодный муж, хотя бы один день. Да, да. То есть, любите готовить? Люблю радовать. А все, что для этого нужно делать, я это делаю. Еще такой вопрос. Проблем, которые, город, городской округ довольно большой, насколько идет сотрудничество депутатов и внутри Совета депутатов, и сотрудничество с депутатами Московской областной думы? Ну, у нас есть коллеги с Московской областной думы, мы с ними общаемся, мы с ними консультируемся, на встречах встречаемся, даже во время избирательного процесса некоторые депутаты областной думы брали патронатство, помогали, консультировали, это безумно приятно. И если есть вопросы, где мы упираемся в тупик, я всегда звоню, консультируюсь, говорю об идее, говорю о предложении, и еще такого не было, чтобы сказали, эмигрант, ну, отстань. Нет, наоборот, попробуй вот так, а давай туда, позвоните, я заеду. Набирают, я заезжаю, и пытаемся решить тот или иной вопрос. Я почему задаю этот вопрос, чтобы люди услышали, по крайней мере, из ваших уст, что действительно эти цепочки работают, потому что, опять же, возвращаясь к некому мифу или стереотипам, или, может быть, люди как-то так столкнулись, или их не услышали, что вот им кажется, что, ну, вот избрали депутатов, но теперь будем ждать, пока следующих изберем. Есть такой миф. Ну, вы понимаете, да? Я обожаю этот миф, обожаю разбивать этот миф. Поэтому мы действуем, мы занимаемся. А какая отчетность есть? Вот сейчас будет Новый год, когда-то рано или поздно он наступит. Какая-то будет отчетность, что вот за прошедший период... Есть план работы... Фракции. И не только фракции, план работы именно на избирательном участке депутатов. Мы этот план составили. Именно, как бы, в части каждый из нас внес то, что было необходимо, то, что было оговорено. И мы этому плану следуем. Вот, допустим, сейчас мы знаем, что Жека Зенина, он голодает относительно сетевых магазинов. Вот буквально, я вчера встречался с руководителем строительного комплекса. мы нашли человека, который приобрел там помещение под ритейл. И теперь там есть ряд нарушений с точки зрения Санпина, где люди будут страдать, когда там будет работать этот ритейл. То есть, фактически, разгрузка будет под окнами происходить. Это шум... Пойдут письма, что называется. Это шум, и это, вы понимаете, большой дом, там порядка 1800 квартир, и народ будет упираться в этот автомобиль, и они будут создавать пробку. И вот мы вчера буквально согласовали, что действительно дадут транспорту заезд для разгруза в рамках закона. То есть, это разрешается, усилит конструкцию тротуара. И сделают также отверстие в стене в рамках проекта дома, то есть, чтобы было все ничего не нарушено. Чтобы люди не страдали, предприниматель занимался своим делом, люди занимались своим делом, и все получили свои плюсы. Кстати, вот ваш коллега, депутат тоже, который нам рассказывал о проблемах этого жилищного комплекса, вот я ему задал вопрос и вам тоже задам. А как так вот построили? Ну, казалось бы, обычно сначала магазин строят, а потом все вокруг него, чтобы в этот магазин ходили. А тут, получается, построили комплекс, а за продуктами ходить не было. Вы знаете, я думаю, что проблема была в архитекторах, скорее всего, которые конструировали эти помещения. Сами по себе помещения не позволяют себе размещать более там 200 квадратных метров. Там идет 150-200 подъезд, 150-200 подъезд. Есть места, где есть 300, но это получается в домах, где разрешена парковка как параллельная, так и перпендикулярная. Остается, соответственно, проезд на одно транспортное средство порядка трех метров. То есть газелька там не пройдет? Ну, даже пятитонник, если проедет, то он пока остановится, будет разгружать, вы и я опоздаем с вами на работу либо на встречу. Понятно. Но сейчас как-то идет какое-то решение этого вопроса. Есть решение, есть у нас уже точки. Есть точки, я вам даже открою небольшую коммерческую тайну, которая мне стала известна. Пятерка уже утвердила два адреса и третий адрес открывается 4-го числа. В день народного единства. Понятно. Хорошо. Микра Маграмович, в завершение давайте поговорим о том, какие сейчас планы у вас есть, где вас можно найти, как обратиться к вам могут избиратели? У меня общественная приемная находится на улице Озерная, дом 7. Там есть компания Рудит, мне там предоставили место, я там сижу, поэтому у меня, несмотря на приемные дни, мой номер телефона указан, даже у меня там ВКонтакте, везде там есть. В любое время звоните, мы ищем возможность, встречаемся, общаемся, пытаемся вникнуть и решить любой вопрос, который по силу нам. И опять же говорю, тут главное не строить иллюзии, об которой придется разбиваться. Ну и я так понимаю, что мы можем позвонить, а там уложишь, наверное, какие-то помощники. Я лично отвечаю. А, лично вы отвечаете, да? То есть прямо... Ага, хорошо. Ну и в завершение, какие все-таки вот ближайшие планы, может, какие-то, или это все тоже такая в депутатском хорошем смысле тайна, потому что не все еще уговорено. Да нет, дороги, ЖКХ, лампы, фонари. Вы знаете, если бы это делал я, да, я бы мог бы сказать и сомневаться. А так как это делают другие, я просто могу сказать, какой путь я проделал для того, чтобы другие делали то, что они должны делать. Поэтому, в принципе, если это не случится, это камень не в мой огород, потому что этот путь пройден, этот путь я могу показать, рассказать и пройти еще раз министром. Поэтому, да, тут как бы... У нас сейчас открытие, я вам говорю, размещение ритейлов на территории. Мы 3-го числа высаживаем деревья, там на улице Дружба. Я, да, опять же, вот обычная высадка деревьев, я попросил коммерцию, они знакомые, я говорю, можем организовать чай, кофе, музыку какую-нибудь, пускай народ придет и там сладкую вату еще, все, давайте, конечно, мы с удовольствием готовы помочь. Так деревья, это легче сажать. Так я вам говорю, понимаете, как бы это вот тот случай, когда двое лежат и когда... Тут ему не усложнит там эти 5-7 тысяч рублей, он выйдет, посмотрит, как детишки радуются, ему уже будет хорошо. Для его кармы, что называется. Спасибо огромное, Эмиграм Агранич Туманов, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Вам успехов, всем вашим коллегам, чтобы все наказы были выполнены. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова